Вновь приветствую в своем уютном логове. Я Скагокалипсис, и я продолжаю свое стодневное хардкорное приключение в Скайриме за органианскую мышиную крысу. И знаешь, что я заметил? Ты только обрати внимание на качество текстуры этого сладкого рулета. Он же просто великолепен. И сегодня, перед тем, как мы пойдем в гильдию воров, ты посмотри, такой вулканчик из крема, просто загляденье. И картошечка, и лососик. Обожаю Скайрим, черт побери. 13 лет игре, я только сейчас понял, как я ее люблю. Вот так вот бывает, живешь-живешь, а потом такой... Ничего себе. Вот это стрельнуло в голову. Ну ладно, вперед. Ждут нас великие дела, ждет нас, наконец-таки, воровская броня. Хотя я бы предпочел броню Темного Братства, но у меня гиперфиксация на том, чтобы замочить вот эту бабку топором. А топором ее быстро не замочишь. Это либо нужен мощный яд на топоре, либо прокачанное одноручное оружие, что, естественно, глупость. Скорее всего, мне придется хорошо заточить, зачаровать топор, чтобы загасить бабку, и чтобы уже после этого вливаться в Темное Братство. О! Чесночок. Кстати, да, бочки надо проверять. В том числе на предмет. А суп. Суп еще нужно будет изготовить. Ух ты, подожди. Ух ты, лосось. И соли тут есть. И соли есть. Слушай, бочки надо... Ого! Ого! А что я бочки-то так пропускал? Ты посмотри, что в них. В них столько алхимических ингредиентов важных. И соли куча. А ну да, это ж рифтен. Я же забыл. Это ж чисто Питер. Конечно, тут в каждой бочке пара пудов соли. Ну и пока я... Ох ты! И... А пока я... Обыскиваю... Просто шикарнейшие какие-то рифтенские бочки. Ты моя прелесть. Ну, конечно же, поддержи это видео лайком. Своим комментарием. Само собой, подпишись на канал. Чтобы... Что? Ноктюрнул? А, ну да, да, да. А, вора, говорит, обыскать. Ну, сейчас обыщем. Там, видать, его загасили. Так вот, подпишись обязательно на канал, чтобы побольше людей узнало об этом челлендже. Чтобы он разошелся в массы. И у меня была возможность сделать больше подобных челленджей. И большое спасибо заранее. Так. Действительно, какое-то космическое количество соли я получил здесь. Ну, замечательно. Это запас. Опять же, на те же супы, с помощью которых я могу мгновенно... Ну, не мгновенно, но очень быстро заниматься шахтерством. Плюс рыбки, плюс медок, плюс еще что-нибудь. Ммм, где там, говоришь, вора загасили? Пойдем глянем. С воров обычно всякое вкусное тоже падает, поэтому надо быстрее, пока его никто не нашел. Другой. А где? Черт. Теперь по всему городу его искать. Квест там не... Точно, мне ж квест пришел. Во. Другое дело. Сильно упрощает все. Я бы очень долго его искал. Ты посмотри, где он. Хорошо, мозгов мне хватило в какой-то момент. Так, это мне не надо золото. Плюс пусть будет. Кинжал. Ну, давай. Почитаем. Что пишут. Вот. Кодовую фразу. Кому? Где это? Разберемся. А, это, по-моему, в портах. А куда меня еще ведет эта дорога? Ну-ка. Пожалуйста. Пожалуйста, я требую только септем. Септем это все. Конечно. А, это бомжу, бездомному надо. Так, инструктор. Изболис. Хаосы убедить. Невенор, дать ей клю... Ладно, короче, это потом. Давай мы займемся все-таки воровской броней. С этим я всем разберусь обязательно. Ты че обуянишь? Так, тут я... Ой, я золото сделал. Так, предупреждение. Оставайтесь подальше. Понятно. Найти призрака. А, призрака это мы помним. Это с прошлого прохождения было. Так, давай лучок. Я бы на самом деле еще изготовил ядов какое-то количество. Но давай проверим, насколько там опасны местные бомжи. Подземельные. Ну, вроде не критично. Определенно не настолько жесткие, как... Как бандосы. Хотя тоже как будто бы, видишь, с огненными стрелами. Ты гляди, какой понтовый. Мне, кстати, произошла трагедия. Я себе по случаю выходного решил немножечко купить пиво. И как только я... Что произошло? Там кого-то убили? Так вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Короче говоря, выяснилось, что у него крышка намертво запаяна была. Хотя ее закрывали при мне. Но все равно получилось. Я ее, короче, не смог открыть. Мне пришлось ее пробивать ножом сверху, потому что она пластиковая. И теперь я его и закрыть нормально не могу, потому что я его открывать нормально не смог. И его придется целиком выпить. А я хотел всего бокальчик себе налить. Обидно, с одной стороны. А с другой стороны, пиво есть пиво. Че на него обижаться? Ну да, выпью вместо бокальчика... Несколько. Не буду говорить сколько. Но не трехлитровую же баклагу я купил, правильно? Но все равно, казушь неприятный. А он так и будет теперь здесь стоять, да? Видимо-то... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Там какая-то черная крыса. Я с черными крысами не дружу. Я крыса зеленая. У нас цветовая дифференциация. Мы друг к другу не подходим. Так что давайте не будем. Так, черт, они же, наверное, у самых дверей сейчас, да? Конечно, да, это немножечко читерство. Но с другой стороны... А что не читерство? На легендарной-то сложности. Че ты еще ожидаешь? Изи. Без шума и пыли. Погоди, это... О, орочий лук! Подожди. А орочий лук, он и без ничего, что ли? 18 урона наносит. А у меня орехалковый слиток есть, чтобы его улучшить. То есть я вполне себе только что апгрейднул. Апгрейднулся немного. Тихо. Ух ты! Ты видишь, можно... Короче, я не натянул, Я просто кликнул, чтобы он выстрелил. Потом нажал повторно на R. И можно сбросить было. Даже когда ты уже отпустил кнопку мыши, чтобы выстрелить. Приятно было узнать о таком. Ох ты! Так вот ты где был. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Я признаю только крабовое спа. Никаких массажей булавой по хребтине. Только крабовое спа. Только нежность моим пяточкам. Пшел вон. О, я смотри, он мне сейчас будет качать скрытность, потому что он, похоже, забыл сбросить тревогу. А сюда попасть он не может. Или не будет. Или не будет. Но мне надо дождаться, пока эта красная точка сбросится, потому что я предполагаю, что если я сюда зайду, у меня обновится все, да? А, нет. Можно было его даже обокрасть. Но я думаю, я на более высоких уровнях уже начну подходить прям в спину и обкрадывать. И когда у меня будет возможность прям с кинжалами хорошо... Кстати, может и в кинжалы я потом пойду. Не обязательно, что мне все время с луком бегать. Кто-то, кто-то это был. Наверное, мыши. Это ржомба. Получилось. Хорошо, три выстрела. Три выстрела это вообще-то неплохо. Действительно получилось. Удобно, удобно. Арбузеры, арбузеры. Дынеры тоже, да. Уж не знаю, что я больше люблю, арбузы или дыньки. По-моему, дыньки. А в арбузе, конечно, мякоти больше. Но дынька, она как-то понасыщеннее, что ли. По концентрировании вкус в ней. Так что, наверное, все-таки я дынер больше, чем арбузер. А ты кто? Напиши в комментариях, как тебя называть. Как тебя идентифицировать. Да ты надоел. Ты ж по мне не попадаешь. Че ты туда смотришь, в этот, в проход? Ты думаешь, я появлюсь снова? Конечно, я полюблюсь снова, но мне ж надо, чтобы ты мне там поддался немножечко. Совесть-то имейте. Гражданин, товарищ Норд. Где ваше нордское гостеприимство? Я сейчас говорю не о эльфийских погромах. Я ведь все-таки не эльф. Он опять будет лицом стоять? Мне интересно. Да? Ого! Ты видишь, сколько с одного удара мне прилетает? К вопросу о том, почему я не сражаюсь в честном бою. Пусть извольте, легендарная сложность не прощает. Отрегинюсь. Своими органианскими силами. Я про них часто забываю. Хотя как будто бы не надо бы. О, он там стоит. Кажется, суетится. Ну, а может не очень. Готов. Не сказал бы, что это изи. И не сказал бы, что я был до хрена каким уж честным, но... Сложность нечестная, значит и я не буду. А кого они тут грохнули? Я же слышал что-то по голосам там. Какую-то деваху вроде запороли. Может показалось? Может и показалось. Всякое бывает. Так, ну тут мы... Знаем, как пробраться. Тут где-то крысы должны быть. Если я все правильно помню. Но я все могу помнить неправильно. Машины уже дохлые все. Ладно, ладно. Так уж и быть, поем я. Вкусненького. Не одними ж зельями питаться, правильно? В самом-то деле. А где он? Этот мистер Хист. А, вот он сидит. В пакенбардах еще весь. Ой-ой-ой. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Он дерется тоже больно. А, тут не скрыться от него. Да, я заметил. Тихо. Лечимся срочно. Надо деру давать вперед. Причем не назад. Назад уже поздно. Тут бревно будет. тихо спокойно 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 стамина стамина где с просто спокойно здесь пробегаю мимо не щука тоже нет не твой все пришлось пришлось немножечко чатырнуть потому что иначе меня об этом грохнули я забыл что там в одну сторону движения гасите и нормально тут меня уже прикроют фу да уж тяжко выживать то ты смотри как они еле пробивают но облутаю ее первым я естественно фу нормально живем но это было опасно меня тут чуть не 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 закоцали ничего не дается а ты кто а ты это типа да изменяешь лица топинамбур брюква сельдерей ты короче было изи базарю было изи до должников надо немножечко покоцать все-таки к сожалению сожалению иначе у меня не получится получить броню ну и что ж не то чтобы я прям дохрена честный молодой не очень молодой чебурек так что нормально все будет чья погоди только этого любителя кулачных боев раскулачу а он здесь тихо он промазал да мимо меня сейчас те другие раз счастья раскулачат погоди ты походу еще не понял куда ты пришел сейчас я такой фистинг будет тут пять порук но перчаточки да перчаточки мы заберем конечно же все идем дальше фу нормально нормально неплохо хорошо все 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 отлично все отлично теперь а левелап у меня появился да левелап у меня тоже есть так алхимия у меня прокачена скрытность пока не смогу прокачать я бы легкую броню прокачал наверное все таки нужны криты луком ну и сами луки надо искать способ качать быстрее карманные кражи плюс пунктик тоже немало о карманник так перчатки клетка с крысюком а там же крысюк точно ну крысюка я пока не буду освобождать он конечно прикольный может быть мне под стать под стать очень даже но я его наверное не буду с собой водить я бы его домой отвел когда дом появится его тогда освобожу посмотрю насколько он полезен и в случае чего отправлю на хату ну пойдем с должниками разбираться что они там надолжали то это да ладно я в принципе знаю что с ними делать одному кувшин раздолбать одной статуэтку дебилы спереть которая по совместительству является объектом поклонения такого так сказать как колено преклонения вот а скиравой акирава сама сдастся как только я со всеми остальными разберусь уже проверенная тактика не знаю почему мне органянку больше всех жаль но я обычно с ней в конфликт не ступал я просто двух других должников окучивал а она уже сама мне все отдавала я думаю так мы и сделаем сейчас надо еще посмотреть до какого качества ты кто не убедил ну и ладно потом разберемся так до которого урона я смогу его прокачать на 2 единички оно как будто бы немного но как будто бы и не мало но наверное я не буду хотя рехалк я потом добуну не стоит как будто бы да сильно жадничать все-таки это мой урон это мой урон не чей-то урон не чужой урон я себе забочусь надо заботиться не драться мы с тобой не будем где тут моя распрекраснейшая кирка делаем серебро а теперь добываем вазу я не могу я не могу я не могу я не могу это не случилось пожалуйста я не могу ничего не платить не урон не урон просто платить им третий твой глаз ему придется раскрыться это мы заранее украдем правильно правильно все как надо все как надо с а в общем-то культурное органианское дело я думаю мы культурно разберемся просто здесь здесь для комнаты или что-то что-то показать мне смотри все 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 я очень надеюсь что меня броня их не разочарует но в плане базовых статов их эффекты я точно помню вроде как я точно помню что лучше мне все таки подойдет ассасинск ассасинская броня причем даже не в базовой комплектации а древняя типа древняя но до этого еще далеко до этого еще дожить надо до этого до этого до этого до этого если до этого до этого до этого помехи вот пройдем уже пойдем показываем не свою красоту у воскресенье Медоварню мы пока коцать не будем. И особняк. Ну, короче, их основные квесты выполнять. Я помню, там противники все-таки жесткие. Мне нужно сначала подготовиться. Более качественно, чем ныне. А что значит стил? А какой стил? Это мое, вообще-то. Ну, в смысле, я что, еще не это, не ваш? Не член вашего воровского парламента? Обидно. Ладно, может, я сразу смогу поболтать с ним? Ну, ладно, ладно, давай подождем, так уж и быть. Естественно, я разбогатею. Правда, куда мне тратить эти деньги? Я торговать-то не могу. Дома покупать. Недвижимость. Ну, ладно, недвиговское время все-таки стоит денег. Держи себя очевидно. Хорошо, тогда я думаю, что это время, чтобы мы поставим вашу экспертизу. Я предлагаю, что вы слушайте, что Мерсер должен сказать. Подождите, что ты не говоришь о Голденгл, а ты? Даже наш маленький Векс не мог бы не ввести. Вы считаете, что этот recruit имеет способность для нашей линейной работы. Если так, давайте его прожим. Голденгл эстетия критикально важна для наших крупных клиентов. Однако, владелец вдруг решает, что вздохновение в своих собственных руках и закрывает нас. Не перебивай меня, пожалуйста. И их тоже. Ну, ребят, ну можно быстрее? Я за доспехами вашими пришел. Что это у тебя тут? Ключик и ножичек, да. Ключик и ножичек. Ты должен поговорить с... О, и поговорить с Тунелия и... Голденглос... Мы требуем вас научить ему латтин. Ключик, который важный клиент Мерсер mentioned, бы ты удивляешься, если бы ты сделал. Ай, последнее, что мы... Мавен prefer... Голденглос... 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 Слушай, а Мавен тоже, по-моему, можно немножечко это... Уработать. Хотя я не уверен. Все, что я знаю, что Мавен это имперская шестерка, по-хорошему. Так, а мне дали? Мне не дали, а где дадут? А броня? А, подожди, у Векс. У Векс же броня вроде, да? Пойдем. Пойдем забирать. Короче, чем пассасины-то отличаются от гильдии воров? Гильдия воров. Она помогает упрощать всякие воровские дела, то есть относительно мирные, но незаконные. А гильдия пассасинов, она же Темное Братство, они все-таки по большому счету сосредоточены на... Так, подожди, а может тут Анилы? Где она? А, вот. Во, наконец-таки. Так вот. У пассасинов все-таки все больше сосредоточено именно на оружии. Оружие. Типа одна ручка. 10, 10, 10, 32. Ну, честно говоря, не сильно... Не сильно лучше. Но эффекты, да, важнее. Хотя на самом деле, да. На самом деле воровская броня, это еще шляпа. Надо брать по-сасинскому. Надо бабку щемить. Прям по полной щемить надо бабку. Прям вообще без пощады. Без бабки плохо будет. Интересно, можно ли ее развести на агрессию и потом зарубить топором? Я, к сожалению, я просто не помню, и поэтому я... Я не хочу... Ну, переиграть у меня возможности не будет. Я не хочу сильно подставиться, влететь в какое-то дерьмо. Ну, ядовитые цветочки мы соберем, конечно же. На кладбище. Короче, надо искать зачарование. Надо искать зачарование обязательно на урон. Без него будет тяжко. Просто улучшенный лук, этого мало. Очень мало. Поэтому идем. Идем куда? Идем... Да, в общем-то, в рандомный лагерь бандитов. Скорее всего, мы после лагеря вот этого вот, который, шахта. Есть там рядом лагерь тихих лун. Там тоже есть особые зачарки свои, уникальные. Можно башни братьев-близнецов. Или башни-близнецы. Короче, снести к чертям собачьим. Тоже можно попробовать, да. Так, перчаточки скроем. У меня и камней душ, как будто бы очень мало. Тоже нужно искать какой-то их источник. Есть Азура. Вроде как ее звезда, там, бесконечный камень-душ. Ну, во-первых, один. Во-вторых, у меня даже зачарования нет на камне-душ. Его тоже нужно искать. Ну, а единственный способ сейчас что-то искать, это ковырять бандитов. Так что... Порочный круг получается. Так, а вот эти каверны почему у меня открыты? Интересно. Так, получить инструкции из Дома Боли. Пойдем глянем. Честно говоря, я не помню, что это за квест. По-моему, он тоже какой-то из этого, из Аниверсари. Эдишн. Так что... Или нет. Может быть, даже нет. Может, это я себе придумал, что он какой-то очень сильно побочный. Ну, давай попробуем. Кто смотрит? Никто не смотрит. Меня тут нет. Ай. Я не помню, я уже могу пользоваться членством в гильдии, чтобы откупаться от стражи. Так, на всякий случай. Кстати, надо скинуть вот это, во-первых. Да, охотничий мне уже не нужен. Не важно, что я делаю это в чужом доме, так надо. Да уж, что-что, а стейкс воровать, это прям страшное преступление. Записка наверху, да? Никого? Сейф-адепт. Нет, слушай, это не похоже на задание. Из аниверсари. Как будто одно какое-то такое, из... конвенциональных, так скажем. Кукла. Скованный чё? Журнал. Журнал. Читаем. Потом разберёмся. А этот дневник что даёт? Просто стоит денег? А вот это вот дяды, которые мне попались. Там свиток же был. Ладно. При этом он не записался ни в свитки, вообще ни в куда. Интересно. Любопытно. Пойдём ещё посмотрим, что внизу есть. Сыры. Сыры много весят. Я не хочу много весить, поэтому я откажусь от сыров, по крайней мере, в этой игре. В этой игре они, безусловно, просто полнят. Так. Теперь я предполагаю, что мы двигаемся в сторону... А чё, откуда надо скрасть? А, это ж в Солитьют теперь. Ну ладно. В Солитьют я уж не поеду. Так что... Ну давай в лагерь сразу. Из лагеря в лагерь. А в лагеря. В лагеря. В лагеря. Лагеря. Секундочку. Ну тут, я думаю, что никто не перезарядился. А вот... А вот очень удачно, что ночь, кстати. Это раз. И два. Тут где-нибудь можно крабика подловить и проверить мою концепцию с прокачкой легкой брони. Если получится. Так что займёмся и этим. О, это большой. Нет. Больших я не буду. Маленького хиленького я бы с удовольствием принял. Эти ребятки явно не дружелюбные. Насколько я их не пробью сейчас, интересно. Ни на сколько их вообще не пробиваю. Какой ужас. Даже крабов. Даже крабов я не пробиваю. Я понимаю, они медленные. Не особо опасные. Нужно очень сильно постараться, чтобы от него выхватить. Но... Но всё же... Не кажется ли вам, что это уже перебор? Даже крабики способны мне доставить столько проблем. Вон ты посмотри. Один раз он меня коцнул. Ещё и уворачивается. Ну, зато, кстати, криты вылетают только так. Будет страшно подумать, когда у меня будет 30% этих критов, что будет. А сейчас-то я их так пробиваю. Ну как, ладно, я их не пробиваю на самом деле, но... Но криты довольно регулярно выпадают. Тут стрекозы ещё остались? Или они только ночью? А сейчас уже как бы утро. Уже рассвело, пока я этих чёртовых крабов бил. Там тоже... Там какие-то тоже крупные. Относительно. Кто меня видит? Может, это очередные наёмщики? Не, это крабы ж меня, наверное, и видят, да? Вы засыпайте, засыпайте, ребята. Меня тут нет. Никто вам не угрожает. Да-да, давайте, давайте. Видимо, только на крабов не и охотятся первое время. Потому что они мало могут оказать сопротивление какого-либо. Где-то там он. Сейчас надаю тебе по шляпке тоже, как и корешу твоему. Ты в курсе? Но его это не останавливает. С другой стороны, зато целых пару пунктов. Обращение с луком я заработал на этом. Не может не радовать. О! Ничего себе. Маленький храбик. Какая милота. Давай заберём его с собой. Это ингредиент? Неинтересно. Да. Регенерация стамины, между прочим. Полезный крабик. Я его живьём съел. Красота. Да, кстати, вампирская пыль это невидимость. Хорошая тема для меня. Какое-то ослабление. Урон магии. Ну всё. Хватит выпендриваться. Так, а будет ли тут маленький крабик? Я вижу всё большие, да большие. Да, и на свету меня, видишь, моментально вычисляют. Поэтому с лагерем сейчас тоже будут большие проблемы с разборками там. Ну мы что-нибудь придумаем. Обязательно что-нибудь придумаем. Ну тут я был. Тут меч валялся. Из трекозы. У вас больше надо. Они явно что-то стоят. Явно что-то дают. Нельзя их игнорировать. Так. Ну хорошо. Надо, наверное, попробовать зайти с севера и с верхотуры начать окучивать противников. Если, конечно, меня сейчас никто не подкараулит. Тихую. И вроде как в этом... Кто видит? Кто видит? Кто-то видит. А кто видит, совершенно неведомо. Потому что я не вижу. Вон он. Волки собачьи. Не попал. Попал. Кстати, походу шотнул. Хоть волка. А чем ты побитый? Прости. Я смотрю, это какой-то коцанный. Больной может. Учитывая, как он дергается... А, он очевидно больной. Отдыхай. Это второй или третий? А-а-а. Стоять. Так. Стоять. 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 Здоровье. Срочно здоровье. И скорее всего это яды. И бежать. Я забыл, что это за зеленая жижа. А еще если я жму альтап, вместо того, чтобы открыть свое лечение, я открываю нелечение совершенно. И это очень плохо. Вот сприган меня сейчас может и похоронить. Так. А есть что-нибудь для восстановления стамины? Я не знаю, что я выпил. Ну, надо бежать. Бежать срочно. Стамина. Еще стамина. Выпить. Наесться. Так. Регенерация. Еще лечение. Какой ужас. Какой ужас. Не оборачиваться. Черт. Я явно не готов ходить по лесам. Да по болотам. Где же мне тогда бандитов ковырять? В фортах, что ли? Получается, единственный выход. Не, погоди, должно быть какое-то место, где не будет такой гадости. И где будет много вкусных, толстых бандитов. Может, действительно, у каких-то придорожных крепостей остается только. Ну, в лесах ходить опасно, видишь. Вообще не вариант. Пойдем с хаджитами затусим. Я, может, пару скум у них возьму. Ну, так, безвозмездно. Иначе, скажем, даром. Ой, вот тут привалюсь. Было опасно. Чуть не погиб. Но самое главное. Броня. Варьевская у меня есть. Сражаться мы все-таки будем. И нужно искать. Срочно нужно искать что-то на урон. Зачарование какое-то для оружия. Ну, а ты? Никуда не уходи. Я на заваренном чаю. Музыка. 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 Музыка.